Приветствую вас. Давайте разберём ваш вопрос. Мы с подругой постоянно конкурируем во всём. Постоянно завидуем друг другу. Постоянно подгалываем друг другу и подшучиваем. Наши парни скромные братья и поэтому мы постоянно гуляем четвером. Они нас и познакомили. Мой парень познакомил меня со своим братом и его девушкой. Сначала я думал мы станем с ней идеальными подругами, так как по увлечению и интересам мы просто на одной волне. Но позже начали вылезать разногласия и по взглядам на жизнь религию началось тайное соперничество, кто круче. Не знаю как вести себя с ней, ведь она меня так бесит, так как постоянно выпендривается и пытается всё внимание привлечь на себя. А я тоже люблю внимание и быть лидером компании. Как себя дальше с ней вести. Ну, я думаю, что здесь вообще сначала важен возраст. Все-таки сколько вам лет, потому что если вам 18 лет, это одно. Если вам 30 лет, это другое, другое. Вот. Честно говоря, я не думал, что вам 30 лет, но тем не менее, возраст тоже было бы довольно неплохо уточнить. Потому что, ну, во избежание, знаете, некоторых недоразумений, скажем так. Я думаю, что та история, в которую вы попали, история конкуренции, это страх быть собой. То есть, вообще, конкуренция, это нормально. То есть, в целом, ничего нет плохого в том, что люди конкурируют и как-то, ну, борются, воюют, если угодно. И так далее. Мне не кажется, что в этом есть что-то дурное. Но, когда это не становится самой целью. То есть, когда подобная тенденция как бы закрывает собой все остальное. В этом случае ситуация довольно печальная становится. Потому что человек перестает быть собой, а его главной целью становится победа, выиграть и так далее. Мне кажется, что если вы в какой-то момент перестанете играть и просто научитесь быть собой, вести себя. Естественно, так как хочется вам, а не так как хочется, условно, вам для победы. Для того, чтобы обставить свою соперницу. Но, мне кажется, что в таком случае ситуация имеет все шансы достаточно безболезненно разрешиться. Не сразу не факт, что вы будете общаться так же, но шансы повышаются. Не могу не отметить, что у вас как будто бы есть разочарование. В том, что вы не стали идеальными подругами. И с этими ожиданиями, с теми, что вы ждали от данного компакта. Также нужно поработать, потому что не совсем, например, ясно, что, а как ваши подруги и друзья до того, как вы познакомились с данной девушкой. Вот. Это такой момент. Ну и следующее, на что я хотел бы обратить ваше внимание, это, собственно, на сам мотив конкуренции. И спросить вас, в общем-то, что будет страшного, если, условно говоря, вы не будете лидером компании. Если, например, ведя себя естественным образом, если, например, продвигая, скажем так, естественную модель поведения. Да, вы не будете в центре внимания, но вы будете искренними и полноценно общаться. Например, с несколькими людьми вы считаете, что этого мало вам. То есть означает лишь, что вам обязательно нужно, чтобы всё внимание было на вас. В психологии подобно принято спят компенсаций. Вот. И данный аспект, ну, в общем-то, является несколько разрушительным. Я бы даже сказал, что он может негативно, достаточно негативно влиять на то, как выстраиваются ваши взаимоотношения. Например, с людьми. Ну, с близкими вашими людьми, я это имею в виду. Вот. Поэтому тут решать, вне всякого сомнения, вам. Но я всё-таки рекомендовал бы, наверное, работу с уверенностью в себе. Вот. Чтобы не так важна вам была конкуренция. С, вот, с покоем. С точки зрения. Не с точки зрения, что вы должны во всём выступать. Нет. Ни в коем случае. С точки зрения, чтобы быть собой и брать своё. Вот. Ну, при этом, и не перегибать здесь палку. И, условно говоря, если вы обладаете действительно лидерскими качествами, то эти лидерские качества проявляются не в том, что вы хотите быть лидером, а в том, что за вами идут люди. Да, некоторые. А люди идут, как правило, за идеи, за горящими глазами, за самоотдачей, за искренностью. Понимаете? И, как бы, не все люди пойдут за вами. Ну, вот, как пойдут люди. Это вопрос. Вот, об этом я тоже рекомендовал бы вам подумать. На этом всё. Надеюсь, что помог вам. Буду благодарен за обратную связь по моему ответу. Это позволит вам начать работу над собой. И желаю вам всего самого доброго. И удачи. Саратов. Начали. Продолжение следует...